Сегодня, друзья, у нас в гостях автор цифрового контента, техноблогер Булат Срымов. Самая популярная, самая востребная профессия, модная. Привет, эти сто лет не видел, хорошо выглядишь в свои 28 лет. Я почему-то думал, что он старше, просто я его знаю лет 20. Вот я поэтому так примерно вышел. А теперь его знает еще и весь Казахстан, благодаря тому, что он, помимо того, что замечательный ведущий, еще и снимается теперь в рекламах, мы не будем говорить, каких именно. Как жить с этой популярностью? Сложно быть звездой? Я у тебя уроки беру в первую очередь. Платные? Да так, в инстаграме посмотрю. Во-первых, хотелось бы сказать, очень приятно, что пригласили, большое спасибо. Вам привет и привет всем телезрителям. Привет, привет. Вот тебе рассказывает о популярности. Ну что, стали на улице подходить, фотографироваться, спрашивать, а у вас свои кудряшки или не свои? Я не люблю слово популярность, я называю это узнаваемость, скорее всего просто. А так, да, конечно, подходит иногда. Жена уже привыкла, когда во дворце, ой, по торговому центру гуляешь, обязательно встретишь какого-нибудь знакомого или же просто подойдет кто-нибудь. О, а вы же у нас преподавали курсы по мобилографии или вы же яблочный техноблогер и так далее. Яблочный техноблогер. Да, да, да. Слушай, ну давай скажем нашим зрителям, что ты делаешь обзоры на новинки смартфонов, других гаджетов. Вот объясни вот мне, ты их покупаешь и описываешь или тебе их приносят, чтобы ты их описал? Ух, если бы я их покупал, наверное, меня бы уже выгнали из дома. Видите, суть техноблога заключается в том, что ты как бы на своей площадке, грубо говоря, я в инстаграм, да, освещаешь последние новинки, какие-то фишки, лайфхаки и брендам это интересно в первую очередь с точки зрения того, чтобы достичь большего количества людей, еще и через человека, которому аудитория лояльно расположена. А аудитории интересно просто смотреть за новинками и понимать, что, ух ты, оказывается, 14-й умеет вот так. Слушай, а я у тебя как профессионал хочу спросить, стоит ли менять вообще смысл менять смартфон каждый год? А зависит от того, чем вы занимаетесь, но в большинстве случаев 90% не имеет смысла, так скажу. Даже вот последние новинки. Ну а сами производители этих самых смартфонов, они же примерно понимают, что один телефон там на 3 года или на 5 лет или на 10 лет. Есть такое, да. Насколько лет они примерно выпускают каждый свой продукт? Я думаю, что сейчас, вот раньше было 3 года, допустим, сейчас, к сожалению, эта цифра уменьшилась до 2 лет. Я наблюдаю, что через 2 года телефоны начинают потихонечку так тупить. А, это специально сделано? Конечно. Ну, там еще и такие, как это называется, платы используются, низкокачественные, и из-за этого телефон быстрее стареет. А, вот оно что. Айпэд, телефон, ну, любой ноутбук и так далее. Поэтому, ребята, не переживайте. Обновляйтесь просто каждые 2-3 года, ладно, как бы. Хорошо, а есть ли какой-нибудь секретик, чтобы пользоваться смартфоном, ну, подольше? Как можно дольше? Да. Правильно его заряжалось. Не обновлять, наверное, да? Ну, а что? Потому что, вот у меня, допустим, компьютер, на нем до сих пор Windows 98. А, это да. Вот мне хорошо, мне прекрасно. Пока я не додумался переустановить на него какую-то XP, и все, и умер у меня ноутбук. А мне было хорошо с моим 98. Вот, ну, зачем эти все изыски, Господи? Ну, мне кажется, самое главное, это просто его не нагревать. То есть, сейчас, ввиду того, что вот устройства, которыми мы пользуемся, в них внутри расположены, как бы, такие литий-ионные батареи, они очень быстро изнашиваются, если их нагревать, если их нагревать во время, там, использования, ну, как бы, в руках держать активно. Короче, микроволновку не надо класть, да? Это в любом случае, да. Блин, хорошо, что вы мне сказали, а чайник на нем тоже нельзя, да? Вот, так же бывает во время... Смартфоны нагреваются во время зарядки. Да, во время зарядки вот иногда бывает на ночь. Вот она говорит, что не надо перезаряживать его, да? Оставлять на ночь можно. А можно? Сейчас они уже поумнели. Вот, наконец-то. Вот, расскажи об этом всем нашим телезрительницам. Дорогие казахстанцы, если вы оставляете телефоны на ночь, не переживайте, потому что ваши телефоны, они уже иногда даже умнее нас бывают. Они чувствуют, что они на ночь остаются на зарядке, и такие, ну, достаточно, я не буду переедать, у меня полезное питание и так далее. Поэтому вы тоже не переживайте, на самом деле... Все классно. Лучше просто не пользуйтесь ими во время зарядки. А, вот. А, понятно. То есть нельзя телефон на зарядке еще при этом играть. Какой ты молодец. Слушай, прикольно. Какой хороший секретик. Да, хорошая новость. Так, рассказывай еще, что нужно. Нужно ли телефон носить обязательно в целлофановом пакетике? Вот так, знаешь, вот эти чехольчики, да? Да, 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 клавиатура еще через запроживает. А чехлы, кстати, известны тем, что вот некоторые чехлы некачественные, они тоже нагревают телефоны. Вот так. Вот, поэтому вот, к сожалению, иногда приходится покупать оригинал. Тысяч за 30. А это тоже очень важно. Кстати, по поводу зарядных устройств. Есть зарядные устройства стоимостью, там, тысяч тенге, есть 25 тысяч тенге. Смысл-то у них один и тот же. Они заряжают, они не дают какой-то дополнительной, там, какие-то функции. Почему такая большая разница? Если хотите записаться в друзья к пожарным, то покупайте за тысячу тенге, да? Вот, вот в чем дело. Так, хорошо. На самом деле, тут чуть-чуть негативная такая нотка. Я скажу, что очень много случаев было, когда, как бы, истории плохо заканчивались. Когда люди покупали некачественные устройства, адаптеры зарядки, и оставляли на ночь. А эти адаптеры не приспособлены к тому, чтобы умно поступать, там, прекращать поступление заряда. И, соответственно, как бы, пожар и все такое, и последующие... Это же очень важный случай. Так, подождите, ну ладно, хватит про вот такие бытовые вещи. Мне хочется узнать про него, что он мобилограф. Есть такое, да. Объясни мне теперь, это взяли оператора и человека с телефоном соединили, скрестили, получился мобилограф? И режиссер, и оператор, и в одном... Нам, телевизионщикам, вообще сложно понимать слово мобилограф. Сейчас прям все... Я себе вчера, Боржан сказал, нанял мобилографа, и у него такое видео появилось, прям динамичное. День в день, да? Да-да-да, день в день. То, что не способны делать другие операторы. Да-да-да, день в день, минута в минуту, вообще. Что такое мобилограф вообще? Откуда это пришло? Берем, да, действительно, телефон, берем человека, который умеет снимать, и отправляем его в поле, да. На самом деле, мобилограф действительно это человек, который умеет снимать на телефон профессионально. Вот, правильно ты сказал. Ну, вот... Важное, важное подчеркивание, да, такое профессионально. Для этого, конечно, нужно пройти определенные курсы, как я именно не буду говорить. Ну, ты даешь такие курсы? А, можно? Ну, я имею в виду, что я к тебе привык. Я скажу больше, у нас целая команда, мы называемся команда «Контраст», мы создали вот такие курсы по мобилографии, и у нас свыше 10 тысяч учеников по всему миру. Обалдеть. Да. Господи. Вот так вот. Я руководитель в этой команде, у нас есть учредители. А вы кричите при этом, допустим, там, ты можешь снимать, все такие, я могу снимать. Свой поверх, да? Да, мы это сделаем, свай поверх, да. А как правильно вот эти курсы выбирать? Вы другу братья и сестры зовите. Настоящие курсы, чтобы тебе там... Какие критерии существуют? Критерии? Критерии, критерии. Ух, их очень много, но я бы, наверное, если вот прям экспресс нужно подборку сделать, то в первую очередь нужно смотреть на спикера, на качество его контента, который у него уже на странице в Инстаграм или там в Фейсбуке. Ага, ну да. Вот, если это одноклассники, то однозначно не покупаем курсы. То есть опять мой любимый сайт одноклассники обижают. Да, все, пойду напишу сейчас всем своим. Булат Срымов нас обижает. На приквастиках об этом скажу. Всего лишь одно поколение, да-да. Всего лишь 25 лет. Да-да-да. То есть, как бы, да, смотришь на спикеров обязательно, на составляющую их страниц, потому что, как бы, как они относятся к своей странице, то есть к тому, что и так видит весь мир. Так они относятся к своему курсу. Вот. Ну и, соответственно, как бы смотришь модули, их состав, о чем будут учить. Ну вот смотри, Гуль, самый простой пример. Профессионал перед тобой или не профессионал? Смотри, вот, внимание, вот я же встану. Вот я бы сфотографировал, да, вот так вот просто подошел бы, сфотографировал, а профессионалы вот так переворачивают, еще вот так вот встают, вот в таких вот позах вот так вот ходят, вот так как-то делают, вот так как-то. Ты знаешь, ты забываешь, там переходы вот такие есть. А, да-да-да, еще. Вот это профессионалы. Ничего я не понимаю. Что-то у вас битва на мячах сейчас была, на виртуальных. Ну, на самом деле, так и есть, почему-то мобилографы, они все, они должны изучать кунг-фу, ушоу, они какие-то вот такие вот, зачем это все делается? Это, скорее всего, следствие того, ну, как бы, что это телефон. Если бы это была камера, то там, конечно, движения немного другие, плюс аппаратура сама по себе другая используется. Например, стабилизаторы, вот так вот ходишь, неважно, как ты бегаешь, там телефон, ой, камера всегда, как бы, сохраняет свое положение, да. А с телефонами, к сожалению, не так, ты их напрямую в руке держишь, и из-за этого возникает, как бы, ну, ты понимаешь, что если ты двинешь вот так телефон, то ты получаешь определенный переход в кадре. И его, к сожалению, только такими способами и добьешься. Даже если будет стабилизатор или какая-нибудь клетка специальная, как профессиональная. А как ты думаешь, рекламу мобилографы могут снимать? Я скажу больше. Мобилографы сейчас снимают, вот конкретно наши выпускники, снимают для крупных брендов международных и не только яблочных. Вот давай сейчас проверим в качестве эксперимента. Сейчас посмотрим короткую рекламу. Найдите рекламу мобилографа, да? Да. А ты скажешь, какой снимали они. Сладим внимательно и вы, друзья. Следим всем. Ну что, мы продолжаем общаться с техноблогером, мобилографом, Булатом Срымовым. Что, рекламы там не было, да, по-моему, вашей? К сожалению, пока, что нет. Ну, ничего, да, скоро появится. Слушай, ты в соцсетях очень трогательно вообще пишешь своей супруге. Да, Мика. Расскажи о ней. Расскажи о ней. Мика Рынко, да? Самое важное, что нужно знать. Во-первых. Самое главное, да. Да, Скары Ганды. И если бы не она, я бы сейчас здесь, наверное, не сидел. Потому что... Ну, в каком плане? В том плане, что когда мы с ней познакомились, я был Кудрявый Дрич. Ну, в смысле, сейчас Кудрявый Дрич. Ну, просто тогда такой, знаете, оборванный ходил, бегал туда-сюда. Что-то голова налево-направо смотрит. Не было какого-то четкого курса действий. Ни стиля, ни подачи, ни формы, ни фактора, да? И, в общем, жена. Она сделала из меня того, кем вы сейчас видите. Ой, Мик, большое тебе спасибо от меня всех. Вот это истинно, что женщина любящая может, да, делать из мужчины. Что ты на меня смотришь? Ты хотела сейчас сказать про обезьяну, да? Я вот вижу, как ты похорошел после того, как женился. У меня палка, вон я эволюционирую и вишу. Как ты стал эволюционировать. Спасибо, дорогая. Слушай, ну, раз вот ты так любишь свою жену, наверняка точно разбираешься в женских каких-то штучках, дрычках, всяких там гаджетах. Бывает, даже отправляют за ними. Вот мы сейчас с тобой будем показывать те картиночки. Это будут женские исключительно гаджеты, и ты должен будешь угадать. Ух, настолько? Хорошо. Так, это у нас что, первая? Это такая штучка, которая, подбородок, не то, что третий, не то, что второй, а третий, да? Вроде бы, да? Молодец, это ночная маска для лифтинга. А, вот, лифтинг это называется. Подтягивает лицо. Хорошо. Так, это у нас что? А, это, наверное, для азиаток с большим носом, да? Я на ходу генерирую. Это же чисто женская же, что ли? Ты представляешь? Это специально, чтобы они не ссували свой нос куда попало. Нет, 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 что было отговорить? Как думаешь, для чего? Для поправки формы носа? Молодец, совершенно верно. Гаджет призван корректировать неправильную форму носа. С помощью прибора можно немного изменить форму носа, приподнять кончик, или, наоборот, сделать нос более ровным. Для этого необходимо ежедневно использовать прибор в течение нескольких минут. О, минут? Какая учащаяся. Да, минут, трех минут. Хорошо, что он не для аллергиков, да? Мне страшно подумать, что это такое. Это еще более, конечно, странно, но подумай. Расширитель какой-то. Есть ли? Наверняка его... Это, наоборот, прикус, да? Или что? Так, слушайте, ну думайте. Честно, Даниэль, ты, наверное, был близок. Это антихрап, наверное. Нет? Это у нас что, признак? Тонус более странный. Это такой японский гаджет, он, значит, кожа лица. Четкий... Господи, я не понимаю, что... Высокий приятный голос? Что? Как оно вообще... Вот этот гаджет помогает обрести высокий приятный голос. Здравствуйте. Так, давайте дальше. Хорошо. Ну, это... Давайте пропустим, найдем дальше. Это силиконовые губы. Силиконовые губы, которые применяются, когда... Когда не применяются, не знаю. Когда мужа нет дома. А это? Так, это для расширения улыбки. Правильно. Какой улыбки? Какая самая пресловутая в мире улыбка? Считается самая голливудская улыбка, точно. О боже. Это подушечка, смотрите, она похожа на пирожное. Макарун. Зажимается губами, а ручки по бокам насильно растягивают ваш рот в правильном направлении. Как прекрасно прозвучало слово насильно. Тебе позитивно. Да-да-да. Добровольное насилие, да? Большое тебе спасибо. Просто поднял настроение всем-всем и телезрителям. Да, так ты назвал себя Кудрявый. Кудрявый я бы все. Кудрявый молодой человек, я скажу, талантливый и счастлив со своей супругой. Ну, что нужно для счастья? Спасибо, действительно. Молодец. Вам спасибо большое. Хорошее настроение на весь день нам обеспечил. Самое главное, что я теперь понял, что телефоны все-таки на ночь оставлять можно. Да, и в одноклассниках я всем напишу, что ты нас обидел. Смотрите все выпуски программы Танго Студио на нашем YouTube-канале. Смотрите все выпуски программы Танго Студио на нашем YouTube-канале. Смотрите все выпуски программы Танго Студио на нашем YouTube-канале. Танго Студио на нашем YouTube-канале.